Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как случилось то жуткое наводнение. Но я все никак не могу его забыть, а вернее, забыть то, что произошло со мной в те кошмарные дни. Там вообще много всего было и мородерства, и несчастные случаи. Одного мужчину и вовсе нашли повешенным в собственном доме. Объяснили это тем, что человек просто растерялся и с просонья не смог найти выход в темноте. Но лично меня затронуло кое-что другое нечто таинственное и неизведанное. Об этом и пойдет мой рассказ. Пожалуй, начну с того, что никто не предупреждал людей о надвигающейся трагедии. Нашу дамбу, которая должна была сдерживать паводковое, воды прорвало. И лично я узнал об этом совершенно случайно. Вышел прогуляться в солнечный апрельский день, подтягиваться на турнике и закупиться чем-нибудь вкусным в магазине. А тут, откуда ни возьмись, подъезжает пожарная машина, и МЧСники по громкоговорителю сообщают жители поселка строителей. Будьте готовы к эвакуации. Никиевская дамба повреждена. Ваш район находится в зоне затопления. Помимо этого, где-то вдалеке послышался звук, забивающий сирены, которую в нашем городе обычно включали только в учебных целях. И тут меня как холодной водой накатило. Это что, какая-то шутка? В смысле, эвакуация куда? На эти вопросы я решил найти ответы в интернете. И тут же полез в группу, где обычно выкладывали новости нашего города. Но и там все молчали. Пришлось тревожными мыслями идти домой и думать о том, что делать дальше. Скажу сразу, я не являюсь паникеров, и привык тщательно взвешивать каждое свое решение. По факту ехать мне было некуда. Родители жили в другой стране, а из друзей у меня был лишь кот Барсик Рыжий и Прохандеев, которого я никак не мог оставить одного. Да и квартиру в нашем городе было не так много для съема. Поэтому я принял для себя решение никуда не уезжать и остаться дома. Питьевой воды у меня было много, целых два бокала по 20 литров каждый. Еды что для меня, что для моего друга, она тоже хватала. Оставалось только запастись всякими гигиеническими принадлежностями. А также отогнать машину из гаража куда-нибудь на горку желательно. И когда я выполнял второе задание, мне пришла в голову мысль захватить с собой лодку, и всякие рыбацкие принадлежности типа резинового комбинезона, народного фонаря, веревки и так далее. Небольшой спойлер, в будущем мне все это очень сильно пригодилось, и не раз. Но обо всем расскажу по порядку. В общем, в тот день, когда жителей нашего района предупредили о надвигающемся наводнении, все еще было нормально. Люди ходили по делам, мирно гуляли, а магазины продолжали свою работу. И никому не верилось в то, что вода уже вовсю скачивает стены, хлипкие насыпи, и начинает потихоньку приближаться к нашему городку. Ситуация изменилась только на следующий день, ближе к вечеру, когда я пришел с работы домой и начал готовить ужин. На улице было еще светло. Дети гоняли мяч на футбольном поле, бабушки сидели у подъездов и что-то активно обсуждали. А мужики, собравшись в небольшой беседке, играли в домино. И все вроде было нормально до тех пор, пока из открытой форточки до меня не стали доноситься крики людей. Выглянув в окно, я оцепенение. Мутная вода на катке начала активно поступать на территорию двора, затапливает все на своем пути. Поначалу ее было не так много, и кто-то даже продолжал оставаться на улице. Но потом обстановка в разы ухудшилась. Машины, припаркованные рядом с домами, уже не могли выехать, так как уровень воды поднялся где-то до капота. Людям же, которые были далеко от своего подъезда, пришлось забраться куда-нибудь повыше, чтобы не промокнуть. Сразу после того, как начался весь этот хаос, электричество, воду и газ отключили у половины города. Хотя кто-то говорил, что газа уже к обеду не было. Но поскольку у меня дома стоит электрическая плита, мне об этом было неизвестно. Не помню, сколько я стоял у окна или упал на все это безумие, но зато помню, как мое внимание привлек крик одного мальчишки. Он залез на горку, и не мог добраться до дома, так как воды кругом с каждой минутой становилось все больше и больше. А она, напомню, была ледяная. И даже взрослые, подготовленные. Человек не мог в ней долго находиться, не говоря уже о детях и братьев наших меньших, которых, к слову, тоже пришлось вытаскивать из этого огромного болота. Недолго думая, я надел родники, вытащил резиновую лодку на первый этаж и стал ее надувать. Хорошо, что она была почти новая, без дыр и швов, пускай и небольшая, двухместная, но все же это лучше, чем ничего. Уже через 15-20 минут я плавал по своему району и спасал всех, кто нуждался в помощи. Вместе с участниками, разумеется, эти ребята просто лучшие. И кошек с деревьев доставали, и людям помогали эвакуироваться. Некоторых прямо из окон первых этажей пришлось вытаскивать, потому что уже спустя часа два-три вода была на уровне домофона, и выбраться из подъезда обычным путем не представлялось возможным. Так, весь вечер и почти всю первую ночь мы провели, помогая людям и животным спастись из водяного плена. Весь последующий день оказался весьма необычным. Мало того, что все тело болело, будто я не вылезал из качалки целую неделю, так еще и помыться было толком нельзя. Радовало одно на работе, выдали оплачиваемый отпуск, а значит, можно было остаться дома, отдохнуть и позаниматься своими делами. Хотя какие могли быть дела в такой кошмарной обстановке? Из-за отсутствия воды, даже посуду после вчерашней готовки невозможно было помыть. А уж про уборку в квартире, туалет и грязную одежду я и вовсе промолчу. Из плюсов куча свободного времени и вид на собственную Венецию из окна, где пока еще было многолюдно. Ключевое слово пока. Хватило буквально полтора-два дня, чтобы эвакуировать всех желающих с нашего и соседних дворов. А потом весь район опустел, превратившись в затопленной территорию с панельными многоэтажками. Да и эвакуировали ненасильно и далеко не всех. Люди, не желающие покидать свои квартиры, остались охранять нажитое имущество. Остальное же большинство разъехалось кто куда. Ожидая, когда все это безобразие закончится. Лично в моем подъезде помимо меня находилось еще двое жильцов баба Валя с пятого этажа, которая просто обожала животных и подкармливала всех, кого только можно. И дядя Володя, по-моему, на восьмом живет. Алкоголик со стажем, но сам по себе мужик отличный. Также помню, что из соседнего подъезда не уехали только две бабочки. А что было в девятиэтажке, стоящей перпендикулярно нашей, и понятия не имею. Но судя по мертвецки тишине во дворе и отсутствие людей в окнах. Дом тоже пустовал. Это я все к чему? Не прошло и недели, как по городу поползли слухи о мародеров, что вскрыли магазин пятерочка всего в паре кварталах от моего района. Также эти нелюди обчистили частный дом, хозяева которого были вынуждены уехать в другой город. Просто подплыли на лодке и крикнули есть кто живой. А когда услышали в ответ тишину, то сразу осмелели и полезли внутрь. Наживаться на чужом горе. После всех этих новостей люди не на шутку встревожились и стали думать, как бороться с этим мерзким явлением. Я тоже был в их числе, несмотря на то, что находился в своей квартире на четвертом этаже и был в относительной безопасности, за двумя железными дверьми. Просто как мужчина я не мог позволить, чтобы в моем доме, на моей родной улице США стояли всякие маргиналы и обкрадывают бедных людей. И без того хлебнули горе. В общем, после этих инцидентов был создан чат, где люди стали обсуждать данную проблему и делиться своими советами. Большинство жителей пришло к мнению, что на полицию рассчитывать не стоит и нужно организовать патрулирование районов. Вот только добровольцев со своими лодками было не так много. К тому же ночью присутствовал опасность столкнуться с вооруженными мародерами. Поэтому эта работа оказалась посильной не для всех. Как вы уже, наверное, догадались, я был среди тех, кто отважился вступить в так называемую народную дружину. Лично в моем дворе больше таких смельчаков не нашлось, и потому мне пришлось в одиночку плавать на лодке и наблюдать за обстановкой. Про одну из таких жутких ночей я и расскажу вам далее. Как сейчас помню, то была пятница. Проснувшись с утра и приведя себя в порядок, я решил выбраться в город с продуктами и заодно послушать интересные слухи. Телефон-то у меня был раздражен. Большую часть времени и потому единственным источником информации, по сути, являлись люди. Доплыл до суши и сел в ближайшую маршрутку. Я доехал до центра, а затем двинул на рынок, где обычно закупался дешевыми и качественными продуктами. И вот вроде как в мясном отделе мне случайно довелось подслушать такой интересный разговор. Двое мужчин лет за 50 обсуждали затопленные хозяйства. Я так понял, у одного из них был небольшой домик с домашними животными курами, поросятами и даже теленка. Мужик рассказал, что ему удалось спасти их от воды, но когда он приплыл туда пару дней назад, чтобы всех покормить, то чуть со страха в обморок не упал. В сарае на сухом деревянном полотне, где находились животные, было кровавое месиво, и их несъедобные останки плавали в воде, а тела отсутствовали. Словно какой-то свирепый дикий зверь наведался в гости. Вот только кто это мог быть? Никаких волков, и уж тем более медведей, у нас отродясь не водилось. И это, напомню, в оживленном городе, хоть и затоплена еда, кругом была грязи и ледяная вода. Ни один хищник не смог бы вот так пробраться на участок и сожрать всех за один заход, даже самый голодный. Но люди такой фигней заниматься бы точно не стали. Зачем кромсать бедных животных, когда их можно просто украсть и потом впарить кому-нибудь подороже? Короче говоря, этот разговор дал мне пищу для размышлений, и я продолжил закупаться продуктами, попутно рассуждая о том, кто мог сотворить подобный ужас. К слову, тот случай оказался далеко не единичным. Стоило мне только зарядить телефон в одной кафешке и зайти в телеграм, как на меня тут же обрушился шквал негативных новостей. В затопленных районах все чаще стали находить растерянные трупы животных, в основном бродячих собак и кошек. Но были и ситуации, как я описывал выше, с домашними курами, поросятами и так далее. Все это было очень странно, учитывая тот факт, что подобных происшествий в нашем городе еще никогда не было. По крайней мере, до потопа. Весь оставшийся день до вечера, я только и делал, что мотался по магазинам и развлекал себя как мог. В квартире без электричества ловить было все равно нечего, а так присутствовало хоть какое-то разнообразие. Жаль только, что домой пришлось вернуться пораньше, так как сегодня мне предстояло ночное дежурство, во дворе, и нужно было успеть все подготовить до наступления темноты. Хорошо, что неподалеку, от нашего затопленного района дежурили мчестники. Хоть лодку было где пришвартовался. Домой добрался в начале восьмого вечера. На улице было еще светло. Когда я подплыл к своему подъезду, и стал пробираться внутри него. Сперва по решетке залез на крышу крыльца, а затем и прямиком в окно второго этажа к почтовым ящикам. Только таким способом можно было попасть в дом, так как подъездная дверь была уже почти полностью затоплена. А водолазного костюма у меня, к сожалению, не было. К тому моменту, как я доделал все свои дела и был готов выдвигаться, за окном уже полностью стемнело. Потушил свечи и, надев на лобный фонарь, я попрощался с босиком, а затем двинул обратно на второй этаж к выходу. Лодка все это время ждала меня у подъезда, прямо как машина припаркованной где-то на стоянке. Я не переживал за то, что ее кто-то гонит, потому как во дворе что днем, что ночью не было ни одной живой души. Только птицы сидели на крышах опустевших домов и наблюдали свысока за очередной ошибкой человека. Стоит уточнить, что ночью в окружении холодной воды было довольно свежо. И это несмотря на то, что я надел на себя термобелье, штаны, кофты, куртку, а также рыбацкий комбинезон, без которого выходить из дома не было никакого смысла. Так что приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть и не подхватить какую-нибудь пневмонию. В первую очередь я поплыл к своему гаражу посмотреть, как там обстоят дела. Все было весьма печально. Из воды торчала одна лишь крыша, и мне даже было страшно представить, что творилось там внутри. Мысленно похоронив все свои банки с соленьями, которые стояли в погребе под гаражом, а также палатки, теплые вещи и прочие нужный хлам, я направился в соседний двор, где жила моя тетя. Там тоже дежурили люди у подъездов. И каждый раз, когда я проплывали мимо кого-то, мне приходилось освещать свое лицо и представляться. Это было что-то вроде верификации, которую придумали жильцы для борьбы с мешками. В целом в том районе я пробыл недолго, но после небольшого разговора с одним хорошим знакомым двинулся обратно к своему подъезду. Только на этот раз выбрал другой маршрут. Он пролегал через задний двор дома, что стоял перпендикулярно моему. Там начинался лесопарк, в котором мне очень нравилось бегать и прогуливаться по выходным. Вот как раз в этом месте я впервые и заметил кое-что странное. В какой-то момент в воде метрах, в пятидесяти от меня плюхнулся что-то большое. Сначала я было подумал, что эта ветка с дерева упала. Но спустя несколько секунд звук снова повторился. Только уже ближе. Я сделал фонарик ярче и стал всматриваться в темноту между деревьями, но ничего разглядеть так и не смог. Эй, и кто здесь? Выходи чего-то там при! Крикнул я вслух, чтобы хоть немного подбодрить себя. Вроде как получилось, но небольшая тревога все равно присутствовала. Наверное, из-за того, что кругом была сплошная темнота. А люди, которые могли мне хоть как-то помочь, остались далеко позади. Не услышав ответа, я поплыл дальше. Однако вскоре мне вновь пришлось обернуться, так как за моей спиной послышались жуткие поющие звуки. И вот тут-то я охренел. Стоило мне только направить луч фонарика в сторону лесопарка, как за одним из деревьев буквально на секунду показался какой-то бледный силуэт. Увидев яркий свет, нечто тут же скрылось из виду. Но я же прямо как профессиональный спортсмен по гребле, на всех парах рванул к своему дому. Периодически оглядываясь назад, и рассматривая мутную гладь воды. Никаких неприятностей на пути к моему подъезду больше не происходило. Я не слышал ни всплесков, ни любящих звуков. Казалось, что и то человека, подобное существо тоже осталось далеко позади. Но не тут-то было. Сразу после того, как я залез внутрь подъезда через окно второго этажа, откуда-то снизу послышался тяжелый скрип. Кто-то пытался открыть затопленный домофон и двери, кто-то, кто, по всей видимости, все это время находился под водой и следил за каждым им шагом. Спустя несколько секунд металлическая преграда все же поддалась, и из тамбура Денис со стороны колокольчика звук. В тот миг я на удивление быстро смог сориентироваться, невзирая на животный страх, что буквально за мгновение охватил меня целиком. Шуметь было категорически нельзя, ибо до моей квартиры оставалось еще целых два лестничных пролеты и металлическая дверь, которую нужно было еще успеть открыть. Поэтому вариант с быстрым прорывом к себе домой я тут же отмел и остановился на более реалистично. Тихонько и переждать. Наверное, именно это впоследствии и спасло мне жизнь. Стоило лишь зайти в закуток, где находился мсоропровод, и спрятаться за трубой, как в паре метрах от меня показалась невысокая гуманная тварь, ползучая на четвереньках вверх по лестнице. Несмотря на то, что в подъезде было темно, как в пещере, я смог ее разглядеть, так как к тому моменту мои глаза уже почти полностью привыкли к темноте. Морда у этого существа была как у крысы или летучей мыши. Не знаю, что то место, а вот тело почти идентичное человеческому. Единственное, что отличалось, так это длиннющие пальцы на руках и ногах и сильно длинная спина, которая, видимо, не позволяла монстру полностью разогнаться и ходить на задних лапах. По запаху все было совсем печально. Тина вперемешку с гнилью, как будто утопленника на берег выкинула. Еще хорошо, что они были прямо там, а то это было бы совсем фиаско. Вскоре существо выползло куда-то наверх своими мокрыми конечностями. Но мне же больше ничего не оставалось, кроме как набраться смелости и двинуться вслед за ним. Однако я был бы не я, если бы не накосячил в самый ответственный момент, когда мне оставалось дойти буквально пару метров до двери моей квартиры, у меня из рук случайно выпала связка ключей. В тот же миг с этажаедок седьмого послышался ужасающий виск, а за ним и быстрые приближающиеся шаги. Вот тут то и настал час икс. Подняв ключи, я молниеносно открыл дверь и забежал внутрь тамбура, заперев за собой замок. Еще бы чуть-чуть и монстр меня настиг. Но слава богу, в этот раз судьба. Надо мной сжалился. Не прошло и десять секунд, как на железную преграду обрушились чудовищные удары. Но меня это уже не волновало. Я был у себя дома, в своей крепости, рядом с отважным котом, босиком и волгой лежащую в сейфе с кучей патронов. Как я сказал ранее, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как случилось то жуткое наводнение. Совсем скоро вода ушла, разрушенные районы стали постепенно устраиваться, а люди вновь вернулись в свои квартиры. И уже не было того страха, какой был в первые дни после той жуткой встречи. Однако впредь больше на местной речке и озера я плавать не хожу. Ведь, как мне кажется, именно оттуда та дрянь попала в наш цивилизованный мир. На рыбалку я, кстати, тоже перестал ездить. Хобби, знаете ли, много. А вот наша драгоценная жизнь одна. Субтитры создавал DimaTorzok И